Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать участников и организаторов форума. Всего за несколько лет он стал авторитетной площадкой для общения деловых кругов, представителей органов власти, предприятий реального сектора экономики, университетов. Эксперты, ученые, предприниматели вносят значимый вклад в решение задачи по достижению технологической независимости России. Президент неоднократно подчеркивал важность этой работы, особенно сейчас, в условиях давления коллективного Запада на нашу страну. Сегодня необходимо обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики. Правительство оказывает максимальную поддержку этому сектору. По инициативе главы государства в начале пандемии был принят первый пакет мер для индустрии, прежде всего для формирования настолько комфортной юрисдикции, чтобы предприниматели стремились работать в России, а не за рубежом. Для тех, кто создает цифровые платформы, программные продукты, мы снизили страховые взносы практически в два раза – с 14 до 7,5%, а ставку налога на прибыль уменьшили до 3%. При этом в отношении отечественного программного обеспечения была сохранена льгота по освобождению от уплаты НДС. В результате за последние два года объем реализованных на рынке решений собственного производства, оказанных услуг и выполненных силами российских специалистов работ, вырос на 75% и превысил к концу прошлого года 2 триллиона рублей. Одновременно с этим необходимо было обеспечить больше спрос на отечественные технологии на внутреннем рынке. И в прошлом году мы утвердили так называемый второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли. Правительство определило, что для федеральных и региональных органов власти, государственных компаний, объектов критически важной инфраструктуры в приоритете должны использоваться именно наши решения. Установлены сроки отказа от иностранных технологий. К 2025 году все зарубежное программно-аппаратное обеспечение, программно-аппаратные комплексы предстоит вывести из эксплуатации и заменить на российские. Такую задачу поставил президент для обеспечения безопасности информационной инфраструктуры. Мы предусмотрели помощь для бизнеса, внедряющего у себя отечественные разработки, в том числе пилотные. Это специальные гранты, покрывающие до половины трат на такие цели. Также займы в среднем под 3% на покупку решений для замены зарубежных. Такие шаги рассчитаны на то, чтобы поддержать весь спектр проектов внедрения от первопилотного до тиражирования зрелых решений и инвестиций в самые инновационные направления. Еще одна задача, которой мы уделяем серьезное внимание, это расширение кадровой базы для ИТ-индустрии. Мы практически удвоили контрольные цифры приемов вуза на бюджетные места по специальностям в сфере информационных технологий. С 65 тысяч 2 года назад до 120 тысяч в текущем. Запустили проект цифровых кафедр в отраслевых университетах. Они позволят студентам параллельно с основной получать вторую специальность, связанную с цифровой трансформацией. Действует программа дополнительного обучения ИТ-профессиям на образовательных онлайн-платформах. Государство готово обеспечить льготные условия для тех, кому это интересно. Из-за давления западных стран в России закрыли свои офисы крупные иностранные поставщики программного обеспечения. И в этих условиях мы усилили поддержку нашей отрасли. По поручению президента ввели новые меры помощи. Предусмотрели льготные кредиты, чтобы у компаний было больше ресурсов для развития новых перспективных проектов. Освободили бизнесы от выездных налоговых проверок. Упрощаем процедуры государственных закупок. В июле в налоговый кодекс внесены изменения, предусматривающие увеличение объема льгот и расширение числа их получателей. Обнулен налог на прибыль на ближайшие три года. Существенно уменьшен порог профильной выручки компаний, который позволяет получать преференции, ну и использовать пониженные тарифы страховых взносов, а также льготную ставку по налогу на прибыль. С 90 до 70 процентов. Отменены и требования по минимальной численности сотрудников. И самое главное, преференции стали доступны большему числу организаций. В том числе онлайн-платформам, интернет-компаниям, которые занимаются рекламой, подписками, организацией доступа к платному контенту. Льготами смогут воспользоваться и разработчики программно-аппаратных комплексов, а также интеграторы, которые внедряют их и отечественный софт. Целый комплекс мер в соответствии с указом президента предусмотрен для помощи ИТ-специалистам. И задача – дать им возможность максимально сконцентрироваться на решаемых задачах. Для этого мы ввели льготную ипотеку по ставке, не превышающей 5% годовых, и стали предоставлять специалистам ИТ-отрасли отсрочку от службы в армии. Есть и финансовые инструменты поддержки наших разработчиков. Они сейчас доступны компаниям на разных стадиях развития. Существуют гранты на прототипы будущих перспективных технологий и их вывод на рынок. Состоявшийся бизнес может получить льготные кредиты на создание собственных решений и софинансирование на их продвижение. Команда, которая хочет запустить новый продукт, может пройти программу акселерации. Ее научат, подготовят и дадут необходимые практические навыки по запуску новых цифровых продуктов. Дорогие друзья, сегодня в условиях навязанных ограничений мы опираемся прежде всего на наши внутренние ресурсы, квалификацию и опыт российских специалистов. Только так в достаточно короткие сроки можно восполнить возникшие пробелы. И здесь я рассчитываю на вас. Уверен, что в ходе дискуссии будут выработаны предложения, которые помогут нашей ИТ-отрасли динамично развиваться. Желаю всем участникам, партнерам, гостям и организаторам форума плодотворного общения, новых научных и деловых контактов и успехов. Продолжение следует...